Всем доброго времени суток и я рада приветствовать вас на моем канале DIY творческий мир сегодня я бы хотела показать как делаются бантики из мешковины вот такая ткань ее можно приобрести иногда она продается в хозяйственных магазинах а проще всего найти мешки из этой ткани они уж точно есть в каждом хозяйственном магазине и из этой ткани мы сегодня будем делать бантики в таком эко стиле хотя мы их будем все равно немного украшать конечно же так как речь идет все-таки о новогодних праздниках и такой бантик можно будет повесить на елку можно украсить им дверь можно повесить на стену все зависит от того какого размера вы их сделаете для начала эту ткань мешковину нужно покрыть клеем разведенным с водой вот я уже это сделала развела клей с водой просто хочу показать какой он консистенции достаточно жидкая консистенция смело разбавляйте потому что если клей будет густой он будет плохо впитываться в ткань поэтому разбавляем смело я как бы не измеряю обычно потому что тут точную пропорцию невозможно сказать так как клей пва бывает разный по густоте мой был и так достаточно жидкий так что я воды добавила немного бывает достаточно густой смотрите сами сейчас покрываем ткань клеем разбавленным с водой как я уже сказала делаем это для того чтобы бант имел красивую форму объемную и не терял ее он будет смотреться как будто на крахмалиной будет достаточно упругий и красивый даем высохнуть и затем уже приступаем к изготовлению бантиков ткань высохла и сейчас уже можно приступать нарезать детальки для бантика так полоски готовы вот это которая пошире это будет полоска для самого бантика а та которая немного тоньше это будет полоска для того чтобы сделать как раз таки не из бантика вот эти детальки сейчас вы все поймете длина полосок у меня тридцать восемь сантиметров а ширина вот это которая пошире 12 а вот этой 10 сантиметров ширина полоски давайте начинать делать бантик и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так Вот такая красота у нас получается Дальше Дальше сзади нужно сделать веревочку На которую можно будет его повесить Для этого просто беру Джутовый шпагат И сзади Крепим его аккуратненько Так Веревочка готова Дальше я бы хотела Еще украсить Какими-нибудь детальками Я не хочу сильно закрывать Бант Потому что он мне нравится Сам по себе Вы можете декорировать его Хоть полностью Тут вариантов масса Сам принцип Главное Как делается этот бантик Вы видели Именно по этой технологии Бантик просто не может Не получиться Он всегда получается Красивым Пышным За счет того Что мы его Накрахмалили Скажем так Клеем Он прекрасно держит Форму Упругий И красивый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мой бантик готов Больше я ничего не хочу К нему добавлять Мне нравится Когда он виден Вот так он у меня смотрится Я украсила уже Как я говорила Один шарик Пубенчики Которые я делала Самостоятельно Шишку мы тонировали Белой краской Зеленые Веточки И ягодки Которые я покупала Как раз для новогоднего декора Вот эти серебристые ягодки У меня тоже оставались Давно Старые запасы И вот такой у нас Бантик получился Сзади он тоже смотрится Достаточно аккуратненько И красиво Посмотрите Вот такой новогодний декор В виде бантика У меня получился Занимайтесь творчеством Экспериментируйте Украшайте свой дом К празднику Это всегда очень интересно И увлекательно А на сегодня я с вами прощаюсь Если вам понравился Мой мастер-класс Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки И не забывайте нажимать на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео А я обязательно постараюсь Порадовать вас чем-нибудь новым И интересным До новых встреч Пока-пока